Режим ограничений в Свердловской области продлен до 1 июня. Такое решение принял губернатор Евгений Куевышев после совещаний с медиками, санврачами и экспертами Оперштаба. Всю последнюю неделю ежедневно фиксируется больше сотни инфицированных. Очагом распространения коронавируса глава региона назвал Железнодорожный район. С начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на COVID-19. В эту статистику входят и 57 сотрудников склада «Красное и Белое», которые живут в Железнодорожном районе. Всего в логистической компании зафиксировано уже более 150 случаев заражения. Преждевременно пока говорит и о летней оздоровительной компании. Пока городские лагеря готовят к июлю, загородные – к 15 июня. Но, похоже, они будут на обсервации. Загородные лагеря будут работать, там будут усилены меры безопасности. По сути, они будут работать в каком-то плане как режимный объект, обсервационный объект. То есть весь персонал будет проверен, он будет проживать там же. Выход за территорию лагеря будет невозможен. Все мероприятия будут проходить внутри. В Свердловской области расширен перечень самозанятых, имеющих право на получение материальной помощи. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвышев. По 5000 рублей получат предприниматели, зарегистрированные со 2 апреля по 1 мая. При этом те, кто встал на учет до 1 апреля, получат еще дополнительно по 5000 рублей. Всего на осуществление выплат выделено больше 141 миллиона рублей. Эти и другие меры поддержки бизнеса сегодня обсуждали представители власти, управленцы и предприниматели. На встрече еще раз затронули самый болезненный вопрос – возвращение бизнеса к докарантинной жизни. По словам первого заместителя губернатора, регион уже готовился к снятию ограничений. Но их пришлось отменить как раз из-за халатного отношения к безопасности предпринимателей. Мы сегодня видим по происшествию уже полутора месяцев, что принятые меры позволили нам не допустить на промышленных предприятиях, которые не прекращали свою деятельность, вспышек коронавирусной инфекции. Они, к сожалению, произошли совсем в других местах. Вот последняя история с красным и белым. Не все сразу верят, что помощь оказывается бесплатна. Многие уточняют, вы на самом деле привезете бесплатно, вы нас не обманываете. Приходится у всех уверять, что да, на самом деле это бесплатно. И люди очень радуются, не верят своему счастью. Уральские волонтеры фонда Святой Екатерины продолжают благотворительную акцию для тех, кто пострадал в период карантина. Претендовать на помощь могут малоимущие, люди, потерявшие работу, семьи, ухаживающие за детьми, инвалидами и пожилыми родственниками, пенсионеры. Нуждающимися развозят продуктовые наборы, в числе которых масло, тушенка, крупы, мука и другие нужные товары. До конца месяца в разные уголки региона доставят 40 тысяч таких коробок. Спонсорами акции стали благотворители – уральские промышленники. Заявки на получение продуктовых наборов можно оставить по телефону 312 12 35 с 9.00 до 18 часов. Необходимо уделить внимание тем людям, которые потеряли работу за последний месяц-два. Либо это один из родителей потерял работу, либо оба. Мы знаем, что таких примеров достаточно много, и именно эти семьи мы хотим поддержать на втором этапе работы фонда. Также хочется поблагодарить наших учредителей за то, что в столь непростое время они создали такой значимый и важный проект для всех жителей Свердловской области. Это Андрей Анатольевич Козицын, Игорь Алексеевич Алтушкин, Андрей Моисеевич Семеновский. В общем, выбрал я табак, но не потому что. Люблю его очень запах такой мужской. Следующим ароматом я выбрал кофе. У многих спортсменов утро начинается с кофе, и не только у спортсменов. Боец ММА Иван Штырков решил попробовать себя в качестве парфюмера. К созданию «Вкуса Победы» он подошел ответственно. Лично протестировал десятки ароматов, чтобы создать идеальную композицию. В итоге выбор пал на нотки табака, кофе, дерева и амбры. В этом непростом деле спортсмену помогла профессиональный парфюмер, которая добавила в аромат ваниль и карамель. По словам Ивана, «Вкус Победы» в равной мере подойдет и мужчинам, и женщинам. Линейка вышла лимитированной – полтора десятка флакончиков. Купить их в магазине не получится. Большую часть спортсмен раздал волонтерам в качестве подарка. Еще пять ароматов разыграют среди поклонниц, а один флакончик спортсмен оставил себе, чтобы подарить маме. Очень было интересно погрузиться, можно так сказать, в профессию парфюмера. Но, конечно, нужно иметь изысканный вкус. В той сфере, в которой работаю я, достаточно сложно назвать себя изысканными людьми. Ну, по крайней мере, про себя я так точно могу сказать. Но было очень интересно вообще попробовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!